Кассандра Клэр Кассандра Клэр Я постаралась побольше узнать о создании этой книги, и когда читала «Откуда Кассандра взяла свое вдохновение», меня поразило, что в основу легло произведение Шекспира «Юлий Цезарь». И очень во многих местах есть цитирование на старинном языке. Очень сложно читается, но мысли очень глубоко проникают в сознание и заставляют задуматься обо многом. События книги развиваются в Нью-Йорке в наше время. Главной героиней является Клариса Фрей, девочка 15 лет, с огненной рыжими волосами, которая живет со своей мамой в маленькой квартирке. Она не знает своего отца. Мама говорила, что он пропал, когда она еще была очень маленькой. Но с исчезновением ее матери она понимает, что все не так просто. И начиная с происшествия в одном ночном клубе она знакомится с миром сумеречных охотников, которые потом помогают ей разобраться в своем прошлом. Наблюдая за тем, как она к этому идет, можно понять, что мама долгие годы скрывала от нее, кто же ее настоящий отец. И когда Клэри попадает к магу, который периодически в детстве стерял ей память, она вспоминает о том, что мама с ее нынешним мужем очень часто разговаривала о каком-то мальчике, который вследствие оказывается ее братом. Далее на протяжении многих глав она разыскивает своего отца и пытается понять, кто же ее настоящий брат. В ходе всех этих приключений она влюбляется в одного из сумеречных охотников. Их отношения строятся очень сложно, но она понимает, что они очень похожи и боится подумать о том, что именно он является ее братом. Но, если честно, я сама еще не поняла, так это или нет, и вы сможете узнать только, когда прочитаете всю серию книг. Эта книга больше рассчитана на подростковый возраст, примерно от 14 до 18 лет, но я думаю, она найдет свою аудиторию и в более взрослом поколении, потому что книга описывается как жанр городского ужаса, городского фэнтези, и там присутствует очень много очень взрослых тем. Наблюдая за Клэри, за ее поведением, за тем, как она справляется с различными трудностями, я поняла для себя, что нужно стремиться только вперед и не отступать ни от чего. Что любые трудности, они в конце по-любому найдут свое решение. Вдруг один из плотно закрытых бутонов вырос на глазах в два раза и в тот же раскрылся. Зерелище напоминало ускоренные съемки. Нежно-зеленая чаша бутона распахнулась, открывая взору плотно сжатые лепестки самого цветка, покрытые легкой бледно-золотистой пыльцой. Ух ты, вырвалось у Клэри, куст поначем расцветает? Джейс внимательно посмотрел на нее. Ровно в полночь. С днем рождения, Клариса Фрей. Кассандр Клэр. Орудие смерти. Город Костейе. Обязательно рекомендую к прочтению. Редактор субтитров А.Семкин